Расскажите немножко о ваших корнях. Вы скажете, что вы из Саранска родом? Нет, родом я из села Нехинир-Черкасса. Это я работал потом. Новочеркасск, Оренбургская область. Ну, это станица. То есть казачий у вас, да? Да нет, там отец... Это 1934 год заканчивалось как раз. Значит, это с одной стороны жутко, а с другой стороны не знаю, как его оценивать. Коллективизация? Да, дело, коллективизация. И отец был заместителем начальника МТС по линии ОГПУ. Вот. Никаких таких вещей я там и не мог помнить, потому что родился я... Там в этой деревеньке никакого родильного дома не было. Килл за 15. И вот меня, значит, в тулуп закутанного, новорожденного везли. Вот. По степи. Там сплошные степи. Вот. То есть... А, родители ваш в Турции, в Саренбуржии, да? Нет. Отец из Саранска. И Саранского. Да, Саранск был... Саранск раньше был уездным городом Пенгенской губернии. Вот. А дед мой был, значит, в крестьянином доме. Вот потом мы в бабушкином доме жили, когда отца из тюрьмы выпустили. Вот. В сороковом году. Дом очень хороший. Это вот в Саранске, да? Нет, в Саранске, в самом, да. На улице Карла Липних. Да, такие улицы были. Вот. А по материнской линии у вас? Мать? Мать, она из Сибири. Отец был стрелочником, в буквальном смысле. Вот. И погиб. Вот. Филипп. Его звали. Вот. И мать Екатерина. Ее умерла от рака. Вот она оттуда, из Красноярска. Из самого Красноярска. Ну, потом есть такой городишко Инсар, очень живописный, в Мордовии. Ну, а раньше... Там уже есть Инсарский, по-моему, район даже целый. Инсарский район, да. Вот. Там прекрасная река Исса, заливные луга. Вот я помню, меня мальчишка, его мать привезла. Отец был уже, он из органов ушел. Значит, как было-то? Сначала его посадили. Вот. Он сказал, что ежели меня, значит, приговорят к самому крайнему, то я все буквально расскажу. Кто виноват, кто кого поднакивал, подталкивал и все такое прочее. И там друзья его бывшие, которые были повыше немного, но он тоже занимал очень высокий пост. В последнее время он был начальником НКВД в городе Орске. Там никелевый комбинат был, и там были вредители, как бы. Были они там или не были? Наверное, были все-таки. Он только что, только что его пустили в никелевый комбинат. И вот отца назначили. Вот. А до этого он был начальником восточного оперсектора по борьбе со шпионажем в Оренбурге. Вот. Даже на одной из фотографий ромб у него на петлицах. Вот. А потом его посадили. Это уже сажали тех, кто вроде бы сажал этих, первых. Вот. И, значит, выяснилось, что он ни в чем не повинен. Восстановили в партии. В 40-м году он вернулся в Саранск. А нас он отправил к бабушке в Саранск. Большой дом, прекрасный сад, огромнейший сад. Вот. Вот его никакой он корректилизации не подвергся. Там были тропинки. Как в лесу, буквально. Вот. И плодов разных. И крыжовник. И, значит, яблоки, естественно. И груши. И все на свете. Все то, что в средней полосе произрастает. Все там было. А потом в 42-м году он вымерз. Вместе с фрицами под Сталинградом. Сад вымерз. И это все пространство довольно большое. Засевали картошкой. И она нас, так сказать, выручила в годы войны. И отца взяли опять в НКВД. Вот. Начальником отделения. Вот. До этого там какие-то странные были звания-то. А тут он был капитаном просто. Ну, тем не менее, начальник отделения. Ну, вот куда-то он пропадал, возвращался. Кстати, участвовал он в этом чеченском деле. Ну, вот. Ничего не рассказывал. Только помню, рассказывал, как, значит, председатель Сельсоветка к нему подошел и начал ему говорить о том, куда же вы нас вообще с нашего законного такого древнего места-то вообще сталкиваете. Куда же это годится. Тогда, говорит, я его взял под руку и повел на кладбище. Там братская могила и вырезанные пограничники. Вот. Вырезанные чеченцами. Вот. Тот покачал головой. Вот все. Все, что... И привез он Том Лермонтова. Огромный Том Лермонтова. Огромных размеров. Ну, вот. Оттуда, с Кавказа. Но потом, когда война кончилась, опять он не нужен стал там. Вот. Нашли ему место заместители директора военного завода. Один был завод такой большой, более-менее в Саранске тогда, в ту пору. Вот. Военный завод. Он, помню, обедать приезжал. Приезжал в Тарантасе. Значит, лошадь была красива, необыкновенно. Серый в яблоках конь. Вот. Вот. Лыжные мостовая в Саранске, никаких тротуаров. Тротуары были деревянные. Вот. Это был захолустный город буквально, хотя уже столица. Вот. И там мальчишки сбегались смотреть. Потом, правда, ему дали пикап отцу, который без конца ломался. Вот. Вот. Ну, это я так просто к слову. Вот. А зачем я заговорил об этом городке-то? Вот там он познакомился с моей матерью. Она там с матерью жила. Там какие-то родственники. Потом мы к этим родственникам ездили. С мамой. Ну, вот. И я был совершенно потрясённой рекой Иссы и этими просто огромными лугами, где меня всё время жалили пчёлы, элиосы. Вот. Качкастые такие луга. Ну, вот. И вот там они и поженились. Он ходил на танцы при всех петлицах. Вот. И всё такое прочее. Она ему приглянулась. Она была красавица. Мама. Вот. Небольшого роста, но красавица. И, значит, он за ней стал ухаживать, а она как-то не очень. Ну, вот. Тогда, значит, он вызвал её повесткой. Ей деваться было некуда. Она пришла, значит, в отделение ОГПУ. Или тогда уже НКВД было, бог его знает. Вот. И там он юмором колоссальным, русским таким юмором отличался, папа мой. Вот. И там он, значит, сказал, ну, теперь вам деваться некуда. Вот. Придётся выходить за меня замуж. Она говорит, ну что ж, действительно деваться... Любила она его, конечно, страшенно совершенно. И потом мы переехали в Оренбург. Они переехали в Оренбург, где я, значит, в этой деревеньке и родился. Потом я пытался её найти. Это на закате советской власти. Ездил я туда. Не нашёл. Нет её и в помине. А в Альбург? Ну, в Черкасске нет. Но это другой какой-то район. Вот. В этом районе я побывал. Вот. Ну, всё-таки съездил. Свёл меня тот же Рашид, второй раз упоминаю Рашида. Он сам из Оренбурга. Он в это время с женой отдыхал у матери в Оренбурге. Он у меня свёл, значит, показал здание НКВД, где в подвале томился мой пращур, мой отец. Ну, вот. Который никак я не могу представить, чтобы он кого-то подводил под расстрельную статью. Не знаю, что он, может быть, и подписывал под давлением. Не знаю. Ну, вот. Времена были и такие непонятные. Вот. Я помню, что мы часто выезжали на охоту. У отца была НК. Вот. И первое моё наблюдение, вот, потрясающее, потрясшее меня. Вот мы едем на НК, и луна. Она только зародилась. Ещё, в общем-то, светлый вечер, и белая луна такая. Значит, мы едем, а она не отстаёт от нас. Я был поражён совершенно. Луна, оказывается, двигается вслед за машиной. Мы, вон, как быстро едем, она не отстаёт. Ну, и отцу об этом доложил тут же. Вот. Он его, конечно, рассмешило. Вот. Ездили. Я помню, как он становился, там же такой, не как в нынешних машинах, там ступенька такая была, широкая, у Эмки-то. Вот он становился на эту ступеньку и стрелял. И вот есть в моих альбомах там одна фотография, где он стрепет подстрелянного за крыло держит. Вот. Вот такой вот стрепет, вот такого роста. Вот. Ружьё в другой руке. Вот. Короче говоря, папа был хороший охотник, очень меткий. Но вот... Вы один в семье были, да? Один. Нет, потом родилась дочка в 46-м году. Сестрёнка моя. Ей в пятилетнем возрасте умерла. Уморили. Заразили и уморили. Саранск тогда не славился. Он даже, когда и папа-то заболел в 60-х годах, он тогда-то не славился. Уже ещё не славился своей медициной. Сейчас-то, наверное, там всё-таки всё в порядке. Ну вот. А тогда... Я помню, как у меня был фурункул и как у меня знатная одна мордовка, значит, хирургиня, взялась вырезать. На мягком месте. Чё-то она там вырезала-вырезала, так ничего и не вырезала. Так он меня и мучил очень долго. Вот. Потом как-то сам пропрошёл. А, Борисович, а расскажите мне немножечко о картинах вот у вас, сзади вас. Это картина моих друзей. Это Пурыгин, Варентин. Буквально должны были ему присвоить народного художника России. Он скончался. Он заслуженный. Ну вот. Это тоже Пурыгин. Вот. Но больше всех мне нравится вот эта вот, конечно, его вещь. Февраль называется. На неё надо глядеть вот оттуда. Да, 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 конечно, если его воздух выкидаете. Вот. Февраль. Она трагическая. Эта картина тоже его. Это есть такое село Рождественное. Это причал рождественский. Ну вот. Кожанов посмотрел и говорит, всё хорошо, очень тонко. Но зачем эти железяки? Я говорю, Вадим Валерьевич, уж позвольте мне вмешаться и сказать, что они очень даже к месту. Вот именно тонкость с этой грубостью железяк очень интересно сочетается. Ну вот. А внизу галышка. Это есть такой нурхатим. Бекулов, татарин. Он пишет обнажённую натуру. Вот. Он тоже заслуженный художник. А Пурыгин он самарец сам, да? Самарец. Он одно время, у него квартира в Москве была. Сначала он переехал в Троице, Сергиево и Лаврата. А вот этот рисунок? А это рисунок... Сейчас его вдова, значит, живёт тут вот напротив. Через два пройти она осталась. Это Женя Березин. Он самарский, да? Член Союза художников. Вот он на один из дней рождения подарил мне. Ну и Погул хороший. Да, вот это тоже Пурыгин, да? Вот в основном у вас Пурыгин. Вот это Пурыгин тоже большой. Вот, вот там будет сосновый. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова